Если спросит, мы с тобой не родственники, я тебя даже не знаю. Пш, как хочешь. О, вот ты где. Ох, эм, привет, Марша. Ох, это твой младший братик? Я без ума от детишек. Какой приятный молодой пёсик, так похож на старшего брата, хи-хи. Да, мой звездёк. Я всё ещё не понимаю, зачем ты пошёл со мной? Ха, во всяком случае, я ничему не помешаю. Это же даже не свидание. Марша, слушай, мне нужно подобрать стул в Икеа, ты могла бы пойти со мной, если хочешь. Под текст романтичнее некуда, Ромео. Заткнись. Может, вам заодно подобрать и брачное ложе, раз вы будете там. Ты ведь уже на этой стадии отношений. Ааа, заткнись, заткнись. Да брось. Как еда, сэр? Всё ли пришлось по вкусу? В общем-то, нет. Этот жареный кальмар на вкус не очень. Да, и что же с ним не так? Ну, на вкус он немного, ну я даже не знаю, не свежий. Не свежий? Что? Да я буквально только что достал эту штуку, извивающуюся и булька ещё прямиком из этого океана, используя только свои зубы. Притащил сюда свою бесплавниковую человеческую задницу, чтобы заявить, что еда не свежая. Ну, я проделал весь этот путь на каяке до самой середины океана, чтобы поесть в вашем ресторане свежие морепродукты. Я ожидал свежайших. Вы понимаете, о чём я? Ох-охо, да, понимаю. Приношу свои извинения, сэр. Сэр, пожалуйста, позвольте мне заменить ваш заказ на что-нибудь посвежее. На тебе! И именно поэтому МакГруф, пёс, борющийся с преступностью, мой кумир. А на кого ты мечтаешь быть похожим, Спот? О, да это совсем просто. На шефа, конечно же. О, это ещё кто? Ты, наверное, шутишь? Да он величайший в мире пожарный пёс. Он большой, храбрый и сильный. Однажды он затоптал огромный полыхающий пожар, и всё в одиночку. А потом он вынес всех раненых и пострадавших на своей спине. Это было просто потрясающе. Подожди, ты говоришь, что всё это сделал пёс? Ты уверен, что не преувеличиваешь его заслуги? О, да. Он не такой наигранный, как твой МакГруф, боец с преступностью, идиот. О, да вот же он. Эй, шеф, можно взять автограф? Видишь, я же говорил, что он настоящий. Можно автограф, ну пожалуйста. Привет, поздравляю с новым домом. Добро пожаловать в семью. Спасибо, я надеюсь, мне разрешат остаться. Почему ты так говоришь? Я не очень хорошо лажу с другими животными, особенно милыми. Они слишком вкусные. О, что? Я не могу справиться с собой. Эта жажда поглощать милых маленьких животных изводит меня. Я съел столько невинных. Кролики, крысы, дети. Ты съел ребёнка? Вот я и говорю, я не задерживаюсь надолго у новых хозяинов. Погоди, я маленькая и милая, я тоже в опасности. Прекрати, как будто из-за тебя я буду рисковать потерять ещё одного хозяина. Байли. Поприветствуй нашего нового друга, принца Снивкинса. Разве он не милый? Ох. О, нет. Только не снова. Я... я должен сопротивля... Эй, Вискерс, ты где-нибудь видела мои линзы? Эм, нет. Тогда что насчёт моих очков? Извини, нет. Бьюсь об заклад, это тот проклятый енот снова украл наши вещи. Я ничего не вижу. Ммм, может он стащил их до того, как я выгнала его прошлой ночью. Постой, ты точно прогнала его? Да, я заблокировала кошачью дверь и всё остальное. Он нас больше не побеспокоит, это точно. О, какой ты хороший сторожевой кот. Ты заслуживаешь обнимашек. Иди сюда, пушистик. Он обманщик. Эй, что делаешь? Упаковываешь коробки. Я могу тебе помочь. Пожалуйста, можно я помогу? Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Плиз. Хорошо, я знаю, чем ты можешь помочь. Ура. Подержи это. Шлёп. Я не могу пошевелиться. Ты уверен, что я тебе помогаю? Без сомнений. Ну ладно. Ага, отлично. Привет, ребята, что делаете? Привет, Джилли, мы ловим еду ртом. Хочешь попробовать? Ох, я не думаю, что у меня хоть что-то получится. Глупости, я кину очень легко. Лови. Чувак, ты ведь в курсе, что она слепая. Что? Оу. Эть. Что ты делаешь? С меня хватит. Я сыт по горло этой жизнью. Я покончу с собой здесь и сейчас. Чего? Как? А? Как думаешь, почему я здесь? Водой, конечно же. Думаешь, что поток самой обычной воды убьёт тебя? Стой, погоди. Весь этот театр только из-за того, что из-за воды у тебя промокает шерсть? Ну, раз уж ты не пытаешься остановить меня, то мне здесь делать больше нечего. Ты бесишься из-за всех этих ванн. Ты думаешь, что это смертный приговор? Хватит, я сделаю это. Чувак, ты же пьёшь её каждый день. Прощай, жестокий мир. Оу, живой вроде. Эй, спасибо, что делишься со мной едой. Вообще-то моя хозяйка должна меня кормить, но в последнее время я наказана за всякие рода грубые выходки. Да, без проблем. Но что же ты такое учудила? Ох, я случайно впустила енота в дом. Он поел все наши закуски и теперь считает себя там хозяином. Ммм, да, удружил тебя этот енот. Правда? Да его совсем не колышет, что его никто не приглашал. Он даже спросить не удосужился. Он просто вваливается и берёт всё, что хочет. Между нами кошками. Возможно, это даже произвело бы на меня какое-то впечатление, если бы так не бесило. Раз уж зашла такая речь, ты случайно не знаешь вон того стрёмного кота? Я его не звал. Может быть, ты? Ох, здорово, ребятки. Я прихвачу себе хавтика на дорожку. Вы уж это не обессудьте. Ок, спасибо. Спасибо, пацаны. Послушай, целая куча наших вещей стала пропадать в последнее время. Да к тому же все они практически новые. Мебель, еда, электротехника, но ещё и всякая бесполезная хрень, вроде душевого коврика, резинок для волос и старых теннисных ботинок. Мне кажется, что какой-то стрёмный бомж шныряет тут и ворует всякое барахло. Так как сторожевой собаки у нас нет, с этого момента будешь исполнять обязанности сторожевого кота. Что ты это мне говоришь? Ха-ха, жирновато будет. Да, тебе. Ты уж лучше приглядывай за воришками, а то кормить перестану. Как тебе такое? Ох, ладно. Только вот качественная работа от меня не жди. Та-дам, 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 та-дам. Ох, как же жарко. Ух, да тяжко должно быть со всем этим мехом. Я, я таю. Ха, правда? Я тоже уже слегка вспотел. Нет, я имею в виду. Найди мне ведёрко или ещё что-нибудь. Ох, ох, нет. О, нет-нет-нет, не волнуйся, дружочек, я держу тебя. Давай сюда. Я доташу тебя домой тихо и безопасно, хорошо? Не беспокойся. Не расплеси меня, пожалуйста. Помоги, я оставил Чичи надолго на солнце, и она растаяла. Что будем делать, она будет в порядке? Ох, эти производители поддельных собак. Ладненько, с бракованными моделями ничего не поделаешь. Что, ты её выбрасываешь? Нет, я просто придаю ей новую форму. У меня нет этих красивеньких форм собак, так что надеюсь ей понравится быть в форме мусорки. Йе-гэ. Дженкинс, как это понимать? Я просила положить моё бельё в сушилку, но оно каким-то образом теперь мокрое и горящее одновременно. Мои извинения, мадам. Сушилка сломалась сегодня утром. Неважно. Мой ланч готов? Да, я приготовил его с заботой и старанием, мадам. Использовал только лучшие ингредиенты. Вот ваш сэндвич с арахисовым маслом и джемом. Ммм, это долгая история. Дженкинс, ты худший дворецкий из всех, кого я когда-либо нанимала. Скажи, в конце концов, ты послал кого-нибудь за машиной? Мои извинения, мадам. Парковщик был занят. Но не беспокойтесь, я взял на себя смелость подать машину сам. Дженкинс. Спасибо за просмотр, друзья. Поддерживайте этот ролик лайком, если хотите еще видеть комиксы по гифкам от Катракун. А если вы не видели те, которые у меня уже вышли на канале, переходите и зацените. Ссылка на плейлист будет в описании. Поддерживайте ролик лайком, подписывайтесь на канал и зацените другие мои видосы. А с вами, как всегда, был Алексей Сова. Пока-пока. Продолжение следует...